Международный фестиваль уже традиционно открывается звездной дорожкой. За полчаса больше 70 именитых гостей. Это актеры, сценаристы, режиссеры и телепродюсеры. Фестиваль «Меридианы Тихого» проходит во Владивостоке в 14 раз. В этом году в программе по количеству кинолент лидируют две страны – Россия и Китай. Всего на суть телезрителей и коллегии международного жюри будет представлено порядка 100 картин. Это короткий метр, полнометражки, документальные фильмы, ретроспективы и многое другое. Я слежу за этим, я смотрю это кино, я исследую это кино. Я с большим интересом здесь посмотрю, что происходит. Во Владивостоке звезды экрана приехали с разных концов земли. Одна из них – британская актриса Жаклин Бесетт. В ее творческой копилке около 100 ролей. А в 1981-м Жаклин выступила продюсером фильма «Богатые и знаменитые». В приморской столице актриса уже успела побывать на фабрике по переработке рыбной икры и подумывает над тем, чтобы приобрести здесь квартиру. Ну, я не знаю русский кинематограф очень хорошо, трех или четырех режиссеров знаю. Сергея Бодрова, Никиту Михалкова, Андрея Кончаловского. Но еще я видела несколько картин, режиссеров которых я, к сожалению, назвать не могу. На церемонии открытия больше тысячи гостей. В зале приморской сцены Мариинского театра для них представили конкурсную программу и озвучили имена режиссеров и членов жюри. До 16 сентября все желающие смогут не только оценить киноленты фестиваля, но и задать вопросы приглашенным знаменитостям. Среди них режиссеры Павел Лунгин, Федор Бондарчук, Сергей Соловьев, Владимир Хотиненко и другие. Творческие встречи, как правило, проходят перед началом фильма, с которым и приехал режиссер. Валерия Белоу, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.